Учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил один немецкий агент, долгое время проживавший в Германии невысокого роста, имя которого с некоторых пор не везде можно произносить. Добрый день, студия! Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет об образовании в Германии. И с вами я, Ян Кузнецов. Все немецкие дети идут в начальную школу в 6 лет, а покидают ее по-разному, в зависимости от способностей. В Германии не зазорно в каждом классе сидеть по несколько лет. Поэтому некоторые покидают школу уже в зрелом возрасте. Теоретически, мать и дочь могут оказаться в каком-нибудь 1-8 классе, а выпивающий отец ходить одновременно на два родительских собрания. Дети 4 года учатся в начальной школе, 6 в главной, и если все хорошо, то еще 3 года перед подготовкой в университет. И то год 13 лет! Вот такое оно! Несчастливое немецкое детство. Детям категорически нельзя прогуливать школу. Даже за один день прогула родителям может прийти штраф. Но ругать, повышать голос и тем более бить детей тоже нельзя. За это штрафуют. Поэтому воспитывать своих непослушных чат приходится молча, одним взглядом. Примерно вот так. Или же родители, как это принято в Европе, выражают глубокую озабоченность и вводят санкции в виде отключения интернета. До 14 лет дети учатся в средней школе первой ступени, а после 14 плохие ученики идут получать низкоквалифицированную профессию. Но если судить по немецким фильмам, такие профессии, как сантехник, садовник и мощи кокон, здесь в полном почете. В старших классах дети здесь сами могут себе выбирать нужные предметы, исходя из того, кем они собираются стать. Такую же практику хотели ввести в Украине, но дети не хотели примириться, что такой профессии, как олигарх, не существует, а политик – это не профессия, а диагноз. Но все-таки мы решили узнать, насколько образованы немцы, задав им несколько вопросов, на которые, как нам кажется, ответил бы любой украинский школьник. Кто был первый космонавт? Какой-то русский Юрий Гагарин, Нил Армстром, Гагарин, какие-то собачки, что открыл Эйнштейн, теорию невероятности, дом терпимости, электричество, наверное, динамит, но он там много чего открыл. Кто написал книгу «Три товарища»? Может быть, тоже Эльберт Эйнштейн? Может быть, Дюма? Я не знаю, я только «Три поросенка» знаю. Сейчас я покажу одну формулу – С2H5OH. А ты скажешь, что она означает. Без понятия, какой-то диоксид углерода. Черт его знает. А, это формула какого-то спирта. Правильно? Ты любишь химию? Нет, мой папа приехал с Украины, он мне много об этом рассказывал. Это номер автомобиля из соседнего города, из Гладбека, по-моему. Может быть, это пароль Wi-Fi? Это может быть и паролем Wi-Fi, но, в принципе, это формула спирта. Хотя, в принципе, пароль Wi-Fi тоже неплохо. А вот нам кажется, что любой выпускник украинской школы знает не только, что это за формула, но и в каких пропорциях ее нужно разводить и с водой, и с пивом. Как видим, несмотря на претензии к украинской системе образования, все не так уж плохо, как у некоторых. А на этом на сегодня все. С вами был Ян Кузнецов, Европейское бюро Чисто Ньюс. Пока!